Девчонки, всем привет! Я Полинаша, и добро пожаловать на мой YouTube-канал. Сегодня мы будем делать простой, но от этого не менее эффектный вечерний макияж. Именно его сейчас вы видите на экране. Впервые я сделала этот макияж, когда была в отпуске в Дубае. И тогда мне захотелось добавить какого-то арабского вайпа, арабского шика. И ничего лучше не придумала, как взять черный карандаш, ватную палочку, все это быстро растушевать. И получилось здорово. Ну, конечно же, я этот макияж усовершенствовала и хочу вам презентовать. Фотография первой версии, просто чтобы вы понимали, делается мейк 2 минуты. Давайте приступать. Волосы перемывать как-то не хочется, поэтому надеваем повязку. Когда-нибудь я стану самым стандартным бьюти-блогером и куплю повязку с ушками. Но пока что только так. Нанесу тоник, чтобы подготовить свое лицо к макияжу. У меня от Comfort Zone. Тоник или тонер, не знаю. Я до сих пор так и не разобралась. Но мне эта штука помогает. На данном жизненном этапе я использую вот такой увлажняющий крем от Биадермы. Пока крем впитывается, нанесу на губы бальзам. У меня от Chanel. Заканчивается уже. Нам питает очень хорошо. Для создания ровного и красивого тона мне понадобится CC крем от Эрбориан. И пожалуйста, не удивляйтесь, что он зеленого оттенка. Он отлично подстраивается под тон кожи при нанесении и растушевке. Просто какая-то волшебная палочка для меня. Также я наношу тональную основу On Divash и консилер от Divash. Они суперски сочетаются. Плюс скульптурирую лицо при помощи сухого скульптора от Estrade. Он такого благородного оттенка натуральной тени. Так что большинству точно хорошо подойдет моя вам личная рекомендация. Девчонки, я не очень подробно показала, как я прорабатываю кожу лица. Лишь потому что в прошлом ролике я делала то же самое. И подумала, что вам два раза подряд смотреть одно и то же будет не совсем интересно. Но если вы вдруг не смотрели по какой-то причине это видео, обязательно переходите. Там есть много моих каких-то фишечек. Фиксирую тон при помощи пудры от Divash. И сейчас будем приступать к макияжу глаз. Это как раз таки то, ради чего мы сегодня здесь все собрались. Почему-то я не использую базу именно под тени. У меня и все так хорошо держится с классическим консилером. Носим, ну так, ни много, ни мало. И растушевываю, как обычно, при помощи мягкого влажного спонжика. Не только само века, но еще и не забываю про вот эту впадинку у носа. То есть ее тоже желательно высветлить консилером. Наглядное сравнение. Вот этот глаз подготовленный, вот этот еще нет. Тут сразу видно венки. А это как чистый лист. Чистый холст, на котором сейчас мы нарисуем стрелочку. Я использую каял, черный, мягкий, очень мягкий карандаш для глаз. И у меня он от бренда People of London. Он хороший, но достаточно дорогой. Думаю, я поищу вам аналоги и чуть позже тоже прикреплю. Им я хочу прокрасить слизистую верхнего века. Самое главное не переборщить, чтобы ничего не осыпалось в глаз. И если вы делаете это впервые, можете оставить в целом до середины где-то или чуть больше. То есть зачастую я прям туда вглубь не веду. Слизистую лучше прорабатывать слегка туповатым карандашом. Но для стрелки я, конечно же, его подточу. Примерно до такого состояния. Техника постановки рук при рисовании стрелки. При именно легком рисовании. Смотрите, грифель карандаша должен быть направлен к внешнему уголку глаза. То есть я беру карандаш в рабочую правую руку и выворачиваю. То есть вот выворачиваю. И у нас носик карандаша смотрен прямо к уголку. Важно заметить, что я рисую стрелку не кончиком карандаша, а именно боковой линией. То есть не так, как мы пишем ручкой. Я не акцентирую свое внимание на том, что я должна нарисовать все сразу ровно и четко. Главное начать, вывести легкую линию на взлет. И потом уже кончик можно доработать, вывести куда нам необходимо. Подставляю к внешнему уголку и рисую линию. А теперь магия вне Хогвартса. Если слишком длинно, подтираем ватной палочкой. Точно так же подставляю карандаш, но с другой стороны. У нас образовалась очень видная и неприятная граница между кончиком и основным телом стрелки. Его мы из первого положения карандаша стараемся поправить. Уже можно, кстати, кончиком довести все до ума. Ну, намного лучше. Песня. Сказка. И прошу обратить внимание, что я рисую стрелку только до середины зрачка. Я не увожу ее к вот этому клювику. Мне просто так не нравится. Может быть, у вас немного другое строение глаз, и вам пойдет именно полная стрелка. Но, как по мне, так намного проще и выглядит не менее эффектно. Так как макияж с арабскими мотивами, и просто стрелка это достаточно скучно, чтобы быть полноценным туториалом, думаю, что можно добавить и нижнее веко. Тоже примерно отмечаем себе, можно прямо отметить, можно просто в уме, где-то в середину зрачка. И от вот этой вот границы, тоже от внешнего уголка, просто ведем линию. По ресничному контуру можно чуть-чуть ниже. Ой, глаза слезятся. Доводите меня до слез. А теперь нам нужно соединить вот это пространство, чтобы это все превратилось в один единый треугольник. Тут я уже работаю кончиком. Пока карандаш сильно не застыл, нужно это все растушевать. Я использую небольшую кисточку. Тушу ее аккуратно по нижнему веку. Именно делаю растяжку к началу глаза, чтобы стрелка не начиналась так топорно. Выглядела немножко поаккуратнее. И прохожусь по внешнему контуру стрелки. Сверху и снизу. Чаще всего при тушевке я не затрагиваю сам хвостик, чтобы он никак не поплыл и выглядела стрелка более дерзко, что ли. А то, знаете, иногда получается такой эффект бревна. Не стрелочки, а именно бревнышко. Мне так не очень нравится. После тушевки я все закрепляю в обязательном порядке с самыми темными тенями. Это нужно для того, чтобы даже самый стойкий каял не поплыл никуда ни в коем случае. Можно прям совсем чуть-чуть, но это правда желательно сделать. Главное все в меру. Также не перебарщивать, чтобы тени не осыпались на ваш уже готовый макияж лица. Для завершения макияжа глаз я использую, конечно же, тушь. А в целом и накладные реснички можно прикрепить, если они у вас есть. Прокрашиваю прям от корня. Я нанесла один слой, но есть небольшой лайфхак. Если у вас активная стрелка, второй слой вы можете нанести именно на внешние ресницы. Тем самым вы распахнете свой глаз еще больше. Сейчас я накрашу второй глаз и вернусь к вам. Я вернулась. Ну как вам? По-моему, получилось очень даже неплохо. Смотрю на себя и просто нарадоваться не могу. Знаете, девчонки, мне всегда импонировало именно творчество. И сейчас я говорю не только про создание макияжей. Мне нравятся именно креативные люди с нестандартным мышлением. И многие думают, что творческим человеком нужно просто родиться. Но на самом деле это не так, потому что творчество в себе можно развить как другой любой навык. А потом превратить это в профессию. Как раз таки в этом помогает Contented. Это крупнейшая профильная онлайн школа дизайна. Я хочу вам подробнее рассказать про их курс «Графический дизайн с нуля до про». Графический дизайнер — это незаменимый специалист, который создает весь визуальный контент для бренда. Это и логотип, и сайты, и оформление социальных сетей. И графический дизайнер всегда будет в тренде. Потому что сейчас каждый день создаются все новые и новые продукты. А брендам просто необходимо выделяться и запоминаться своим покупателям. На курсе вас ждет самая большая плотность проектов. Потому что портфолио — это очень важно. А контент отделает упор именно на практике. Поэтому за 20 месяцев обучения вы выполните более 18 работ. Также вы пройдете стажировку и будете работать на самых востребованных программах. При этом на всем пути вас будут сопровождать менторы. Это практикующие дизайнеры. По моему промокоду будет действовать скидка в 45% на все тарифы обучения. И курс английского для дизайнеров — подарок. Переходите по ссылке в описании под видео. Все приходит с опытом. А опыт приходит с контентом. Девочки, мне все-таки кажется, что этим глазкам чего-то не хватает. Сейчас я вас точно удивлю. У меня есть карие линзы. Ах! Господи! Мне кажется, будет смотреться очень классно. Согласитесь, так и не скажешь, что цвет глаз не мой. Достаточно натурально. Продолжаем макияж. Сейчас у нас брови и губы. Брови я очень хорошо прочесываю. Стараюсь их плотно не красить, но именно в промежутках я дрессовываю именно волосочки при помощи лайнера. Фиксирую бровь фиксатором от Luxe Visage. Губы я хочу сделать себе чуть-чуть пухлее, хотя, казалось бы, куда еще больше. Поэтому беру скульптор. Я уже немножко тут себе тень нанесла над верхней губой, вы видите, да? Вот. Ну, усилим, подрастушуем это все. Наношу над верхней губой и под нижнюю губу тоже. Это визуально делает их намного пухлее. Даже красить не нужно. Уже красивый эффект. Сегодня у меня карандаш от Vivienne Sabo в 0,1 оттенке. Завершаю оформление губ помадой от Top Face. Только недавно открыла для себя этот бренд. И оказалось, что у них классные помады. Но еще и пахнут приятно. И стоит, кстати, недорого. Это оттенок 0,1. Называется Квашемир. Очень красиво. Чуть-чуть на центр губы. Можно пальчиком поддушевать. Сейчас я сделаю укладку. И вернусь, покажу вам результат. Девочки, ну как вам? Буду обязательно ждать вас обратной связи в комментариях. Мне кажется, что с карими глазами, с карими линзами я словно вообще другой человек. Я вот фотографию на обложку прикреплю с этим макияжем. Я уверена, вы меня не узнаете. А может быть и узнаете. Даже не знаю. У меня на этом все. Всем огромное спасибо за просмотр. Я искренне надеюсь, что этот ролик хотя бы немного, но был вам полезен или поднял вам настроение. Как обычно, в моем телеграм-канале будет весь список бьюти-продуктов, которые я сегодня использовала. Все. Всем пока. Я уронила линзу на пол. Если я ее замочу в растворе, можно будет ее носить или нет? Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова